Проблема современной особенности отношений в наше время заключается в том, что человек течет туда, где проще. Допустим, для мужчины самосовершенствование это тяжело, так же как женщине развиваться в отношениях, так мужчине тяжело совершать аскезу. Вот женщина когда становится здоровой и счастливой, когда она ведет женскую жизнь, она по-доброму, по-нежному заботится обо всех. Старается быть доброй, прощать, заботиться и тогда у нее она расцветает, гормональные функции начинают работать нормально. Женское здоровье основано на гормонах. Гормоны означают эмоции. Когда эмоциональные эмоции двигаются в правильном ключе, позитивном, женщина, у нее гормональный фон налаживается, она становится здоровой в результате и счастливой, и сильной, приятельной. Я тысячу и тысячу раз повторяю, для женщины нет проблемы сбить с ног мужчину, своим взглядом, нет проблемы. Если такая проблема есть, то значит, что она живет неправильно, все. Ну нет, ну ни для какой женщины нет такой проблемы вообще. Почему? Потому что так создана женская энергия, она огромную силу влияет, имеет влияние на людей вообще в целом, не только на мужчин, даже на женщин. Если женщина имеет женскую энергию, она всем нужна, и мужчинам, и женщинам, всем. Абсолютно. Она очень востребована в обществе. Ей все, и она всем нравится, с ней все хотят быть рядом. Но для этого нужна аскеза, женская аскеза. Вот эта женская аскеза, это же тяжело так жить. Любить всех, заботиться, служить всем, прощать, просить прощения, молиться, чтобы наполниться опять силой любви. Потом отдавать каждый день. Так же мужчина, он здоровый и счастливый, когда живет в аскезе. Мужчине надо спать на твердом. Самое лучшее здоровье, когда он облился ледяной водой, зарядку сделал там. У меня есть один в Новосибирске знакомый. Я говорю, как ты здоровье себе пополняешь? Он говорит, ну знаешь, я борьбой занимаюсь, вот такой крепенький, такой невысокий. Я борьбой занимаюсь. Он говорит, ну, борьбой я тоже занимался. Говорю, ну как ты вот восстанавливаешь? Он говорит, ну мы как бы в спортзал, я чувствую устал. В спортзал прихожу, и мы как бы боремся, боремся, такие уже спотели, ааа, тяжело. И когда раз меня попалят, и так меня раз прижмут к этому, к полу, удержание делают, я кричу, такой, аааа, пытаюсь высвободиться. И потом хорошо станется, легче становится. То есть мужчина, когда он, ну, морду друг другу набили, легче стал. Ну, отжимался там сто раз, там, помучился, поборолись, там, легче стало. На твердом поспал, легче стало. В ледяной воде посидел, легче стало. Понимаете, мужчина вот так он восстанавливается. Только мужчины меня поймут сейчас, то, что я говорю. Вот мужчины, которые забыли, что они мужчины, они думают, о чем ты, Олег Геннадьевич, говоришь? Я говорю о мужчинах, о мужской жизни. О том, как мужчине стать здоровым. Пробежал за 10 километров, выздоровел. Понимаете, мужчине не надо лечиться вообще. Он просто с помощью силы внутренний период и лечится. Он лечится просто вот этим вот, тем, что он аскезы совершает. Попостился пару дней, вылечился. А вот женщина не должна так жить. Она не должна аскезы совершать. Она должна выздоравливать с помощью любви, отношений. И какие особенности в наше время? Особенности такие, что из-за отсутствия знания о себе и нравственного образования мужчины, естественно, образом уходят в женский спектр, в левую сторону. Энергия у них по левой стороне течет. То есть мужчины хотят жить в расслабленной жизни. Блаженство на просторе, в укромном уголке, Не думая о горе, с ковшом лина в руке. Знаете, когда мужчина уходит в женскую сторону, он хочет расслабляться. Чтобы расслабиться, нужно выпить. Для мужчины расслабление – это секс, выпивка, постель, еда. Когда мужчина стремится ко всему этому, он теряет свою силу мужскую, теряет мужской характер, возможность развиваться, здоровье теряет. Все теряет в своей жизни. Все, что у него есть хорошее, все теряет. Здесь современная культура, она даже неправильно говорит о том, что такое мужик. Раньше слово мужик означало, что такое мужик. Ты мужик или не мужик? Вот что означало раньше древнюю культуру. Маруся отчасти слезы вьет, Как гусли, душа ее поет. Кап-кап-кап, известный класс Маруси, Капают слезы на копье. Мужик означает тот, кто защищает родину. Раньше так было, мужик. Мужик означает сильный, храбрый человек, способный терпеть трудности. Это мужик. Сейчас есть два определения, мужик. Первое – сколько можешь сексом заниматься. Второе – сколько можешь выпить. Мужик – это тот человек, который терпит женские слезы. Это мужик. Когда женщина в эмоциях вся, он стоит спокойный, моя хорошая, спокойный. Все будет хорошо. Это мужик. И способен морду набить тому, кто неправильно ведет себя. Мужик. Ко мне подошел этот мужчина такой, Олег Геннадьевич, помогите. Такая ситуация. Ну, виноват, как бы, неправильно. Женой себя вел. Ситуация такая, Олег Геннадьевич. Понимаете, у жены любовник зовется. Ну, что делать-то теперь. Я говорю, ну, вы как бы, понимаете же, все очень просто. Вы, говорю, его встретите, любовника-то. И как бы. Вы говорите ему, к нему, мужски. А, он говорит, ты что, правда, Олег Геннадьевич? Так. Я говорю, ну, конечно, чего тут. Он на следующий раз, он прям на первой лекции так меня спросил. На следующий раз с лекции приходит, уже улыбается. Я говорю, ну, что. Ну, он говорит, ну, я встретил. Он говорит, жене, говорю, ты, подожди, мы сейчас с ним поговорим. Ну, поговорим с ним. Ну, тот отдохнул. Он ему сделал точный массаж, лица. Ну, полечил его немножко. И тот, знаете, как-то вот так вот. Больше не встречается. Жена успокоилась, счастливая уже. Почувствовал, что мужчина у меня настоящий мужик, настоящий. Все, она такая успокоилась, счастливая. Но тоже отдохнула, тоже ему хорошо стало. Вот, а не как-то все так разлилось хорошо. Вот это мужик. Настоящий мужчина, он храбрый, ответственный. Хочет сохранить семью сильной. Все это означает поменьше расслаблухи, побольше аскезы. Выпивка – это не мужская энергия. Когда человек пьет, у него женские гормоны повышаются. Что вы знаете. Не мужская энергия, вино. Бутылка – это женская энергия. Это вторая жена, говорят. Бутылка – вторая жена. Жена пьет от того, что не может работать над собой. У него не хватает силы победить в себе вот это страдание, тоску, нереализованность. Надо аскезы это все побеждать. Какие особенности в наше время отношений? Если женщина имеет влияние в обществе, у нее много денег, машина, своя квартира, она достаточно такая, независимая, эмансипированная. Какого мужчину она себе находит? В флагах. Ну да, потому что как сильным, то зачем такая нужна? Она же будет гонять по подоконникам, ему как бы такая ситуация вовсе не устраивает. Сильный мужчина хочет женщину какую-то зависимую, чтобы она его слушалась. Ну зачем ему монстр себе в квартиру брать? Вот. Ну он как бы сильно не будет на таких девушек смотреть. Сильный смотрит на слабых женщин, настоящих. А слабые мужчины думают, вот классно будет у меня теперь жена и зарабатывать, и машину, и квартиру, и все как бы. Она божьего дуанчика берет, да? Берет замуж. Ну и соответственно такая жизнь потом наступает. Но проблема-то заключается в том, что все равно он же станет мужчиной рано или поздно, он же взрослеет. Ну то есть, если когда он станет мужчиной, он уже до свидания скажет, к обеду не жди твой песик. Понимаете? И она останется одна опять. И какой смысл в таком как бы браке? Но если вот так семья создалась, женщина больше работает, мужчина больше на кухне, ничего страшного. Это нормально. Это современное общество, современная жизнь. Слава Богу, что никак на Западе там еще ситуация больше усугубляется. Там настолько сильно меняются, что уже забывают себя. Когда первые нотки, первые нотки вот этой такой культуры этой западной я услышал. Еще в 10 классе был, там дискотеки были. Они как бы, ну я как-то так не мог понять, почему-то поет. Мужчина так поет. Потом я узнал всю правду, как бы, что там происходит. Там, оказывается, совсем уже ситуация далеко зашла. Там, как бы, поэтому и поет. Я даже не помню, что за группа. Там такие, два мужчины такие с накрасенными губками и такие. А, а, а. Я не помню. В общем, было примерно так. Новая культура приходила в нашу страну. Как-то она не прижилась особенно в ее стране. Ну, и правильно, потому что это же не культура. Культура это, когда женщина становится женщиной, мужчина – мужчиной. Когда они счастливы живут друг с другом, это не культура. А когда мужчина с мужчиной счастливы живут, и женщина с женщиной. Это уже не культура, это просто безысходность. А в безысходности люди так живут. От того, что у них нет возможности жить правильно, понимаете? Когда психика уже не способна терпеть аскезу. Почему женщина с женщиной, мужчина с мужчиной? Потому что жить в мужчине с женщиной – это аскеза. Женщине с мужчиной тоже аскеза. А мужчине с мужчиной – нормально. Понимаете? Женщине с женщиной тоже полегче. Вот оно и современные особенности отношений в наше время. Понимаете, что такие особенности? Если так получилось, что вы больше на кухне, а жена больше на работе, ничего страшного, не волнуйтесь. Просто начните работать над собой. Когда женская энергия в женскую сторону идет, женщина опять становится женщиной. В мужскую сторону идет, мужчина становится мужчиной. И вы потихоньку вместе гармонично поменяетесь и встанете по местам. Не надо разбегаться, не надо разводиться, не надо думать, что неправильно семью создали. Просто живите правильно и все на места встанет. Надо понять одну простую вещь. Мы семью не создаем. У нас есть возможность что-нибудь еще открыть в зале. Вот если что-то закрыто, откройте, пожалуйста, там двери, если закрыты, откройте, если у окна еще и возможность есть. Потому что воздуха не хватает, лекции не будет. Надо все открыть. Открыли, да, тут дверь? Та дверь открыта? Вот, надо ее открыть совсем. Совсем полностью открыть. Вот, спасибо вам. Уже полегче, да? Воздух пошел, получше стало. Так? Сейчас почувствуйте, уже сейчас пойдет. Открыли, сейчас вентиляция есть. Итак, поймите такую вещь, что мы не можем найти себе близкого человека. Энергия между людьми соединяет Бог. Это высшие силы соединяет людей. Кто из вас вот сам нашел себе близкого человека? Понимаете? Молодец. Идите сегодня, найдите 10 рублей. Верми. Сможете найти? И 10 рублей, это не мужика же. Сможете? 10 рублей? 10 рублей, вот искать, искать и найти верми. Вот пойдете и найдете все равно, да? Ты же Бога просишь. Ну, вы вообще... Так у Бога же просишь? А? Бога просишь, он дает. Бога просишь, он дает. Ну да, если Бога просишь, он дает, то правильное понимание вещей. Но вы говорили, что вы сами нашли себе мужа. Невозможно найти себе самому мужа. Бог соединяет людей. Понимаете? Даже на большом расстоянии соединяет. От печали до радости ехать и ехать. От печали до радости лететь и лететь. То есть, большое расстояние. Соединяет Господь людей. От печали до радости одно лишь дыхание. Приехал. Вот. Потом держит людей вместе. Не только соединяет, но и держит. Мы вот хотим уйти от близкого человека, а не можем. Почему? Потому что что-то держит, какая-то сила держит. А если человек ушел, будет наказан за это. У женщины появляется... На самом деле, это женская энергия держит вместе. Семью создают и держат. У женщины в сердце есть особый вид красоты. Который может быть, а может не быть. Его накрасить невозможно. Может быть, может не быть. Если женщина кого-то просила, у них холод в сердце. Она хоть может и жить с мужчиной, но уже родственных отношений нет. Она не чувствует близости. Это божественная сила женщины исходит. Такой особый вид теплоты. Когда мужчина хочет жениться, он не на крашенных женщин смотрит, а вот женщину, которая есть вот это, у которой есть эта теплота, и сердце исходит. Эта теплота дает мужчине чувство, что у него будет семья, будет дети там, будет стабильность. И женщина, он должен вот найти, вот он чувствует, это подсознательная вещь. Мужчины даже многие не осознают, чего они хотят. Но когда они чувствуют, у женщины идет такая теплота, мужчина хочет ее взять замуж. Эта теплота дается Богом, когда женщина ведет правильно себя, никого не бросает, никого не предает. Если мужчина бросает женщину, то Бог, он забирает у него ту силу, которая дает стабильность женщине. Чувство, что она хочет с ним жить. Эта сила у мужчины выглядит как такая ответственность, которая от него исходит. В результате мужчина может сильно быстро влюбиться, быстро сего к себе кого-то найти. Но женщина, когда не чувствует в нем вот этой силы, она потом разбирается в этом вопросе и уходит от него. То есть он не может сохранить себе семью, потому что он бросил жену. И у каждого это происходит, у женщины по-своему. У него нет теплоты, у мужчины нет вот этой вот ответственности, силы. Так или иначе, мужчина, человек наказан, становится наказан от того, что он бросил близкого человека. Что делать? Раскаиваться. Раскаиваться. Думать о Боге, молиться и пытаться понять. Раскаяться означает понять. Пытаться понять, что не так я сделаю. Почему так произошло? Когда первая стадия, это понимание. Человек вдруг понимает, что не так он сделает. Это понимание, знание приходит в сердце. Потом раскаяние дальше идет, и человек начинает чувствовать, что он не хочет больше так делать. Он осознает тяжесть своей вины. А потом дальше он осознает, как с этим бороться, как сделать так, что так не было. Раскаяние начинается с совета. То есть, старшие говорят, не можешь нормально жить с близким человеком. Раскайся за то, что было до этого. Раскайся, помолись. И ты почувствуешь, что все отпускает постепенно. Все возвращается назад. Нет такого, что Бог нас наказал на всю жизнь. Наказание всего лишь означает объем работы. Нужно трудиться над собой. Мы рождены для знаний и для счастья. Знание пришло в сердце. Экзамен сдал, получи счастье. Нет проблем. В чем различие психических функций мужчины и женщины? Мы об этом говорили вчера всю лекцию. Особенности современного воспитания таковы, что люди, они не понимают, что идти под венец означает страдать. Раньше, когда люди женились, они шли и пакали под венец. Слезы у женщины, мужчины очень серьезные. Они такие идут. Пам-пам-пам. Ну, то есть идут такие, как бы, с грузом, как бы, они понимают, что все, как бы, вариантов нет больше там. Мужчина понимает, что гулять уже, как бы, он не может уже дальше все. То есть ему надо вот жить с одной женщиной. Женщина понимает, что она должна вот терпеть одного мужчину, один характер этого человека. Они идут под венец, расписываются, клянутся, что будут вместе. Они не могут быть не вместе, потому что, ну, вариантов нет. Но общество не примет. Если люди расходятся, считалось, что это вообще просто кошмар. Даже я помню еще, когда мне было 15 лет, человек разводился, его даже партию не брали, и над руководящей должности на работе уже не брали. То есть разведенный, значит, безнадега. Значит, человек несерьезный. То есть нечего с ним вообще и связываться. Понимаете? То есть, ну, развелся все, как бы, безнадега. Вот. У меня есть друг один в Индии. У него сестра, ее муж попытался бросить. И этого мужчину пригласили родственники. Там было около 20 родственников по длине сестры. Они с ним разговаривали 15 часов. Ну, закрыли дверь, не выпускали его. 15 часов с ним разговаривали. Ну, по-разному разговаривали. По-разному. Вот через 15 минут он решил, что он ее не бросает. Через 15 часов. Решил, что не бросает, все остается вместе. Он понял, какая у него будет жизнь. Представляете, там в Индии можно человека засудить, если он бросает близкого человека. Под суд отдать просто. Он могут в тюрьму за это посадить, представляете? Они вот так поговорили с ним хорошо, что он решил дальше жить. И сейчас уже нормальная семья, нормальные отношения, все классно. У нас же такого нет. У нас нет же защиты семьи. Но зато мы придумали хороший термин. Почти что звезда героя. Есть термин звезда героя, да? А есть термин другой такой, тоже очень мощный. Гражданский прав. Мощно, да? Чувствуете, как звучит сильно? Гражданский прав. Почти что герой Советского Союза. Вот на английском это по-другому. Я как бы перевод нашел, там по-другому это звучит. По-русски сказать «снюхались». Не живут вместе, а снюхались. Ну, там по-русски «сожительство», то есть «снюхались», понимаете? А там у нас гражданский прав. Вот. А по факту, что такое гражданский прав? Так, означает, что люди, они не уверены друг в друге. Точнее, они говорят, мы же верим друг другу, доверяем человеке расписываться. Но если вы доверяете друг другу, так идите и распишитесь, в чем проблема. Если вы не хотите, значит, вы не доверяете. А если, при чем они как говорят? Это не муж у меня, я живу не с мужем, а живу с другом. Или с партнером. С партнером живу. Ну, сожитель, ну, сожитель как-то так, не очень. С партнером мы зачали ребенка. Вот. Кто он тогда обстал, этот ребенок? Помощник партнера, что ли? Как назвать? Младший партнер. Веда объясняет, что если люди живут друг с другом вместе, значит, они муж и жена. Вот как бы они ни считали себя. Да? Веды говорят, муж и жена. Вот что бы они ни придумывали, они муж и жена. Потому что есть разные виды браков. Есть самый высший вид проявления брака, это освященный брак. Есть брак, закрепленный обществом и родственниками. Это второй вид брака. Это роспись по-русски. Там в древней культуре все это было. Если люди не хотят освященный брак делать, у них не хватает для этого возможности внутренней, то они делают просто брак, закрепленный родственниками и государством. И в этом случае, когда они разводятся, им родственники говорят, вы же женаты, вы что удовлетворяете вообще, оставайтесь вместе. Родственники пытаются сохранить семью. И государство тоже там коцает там. Так, полквартиры отдавай туда. Полбизнеса сюда. Да, ну да, не хочу. Отдавай-ка от такой. Не будешь разводиться. Вот. Ну, поэтому люди не хотят ответственности никакой. Они поэтому, как бы, просто живут друг с другом, не понимая, что они все равно муж и жена. По факту, этот брак менее защищенный получается. В нем нет защиты. Потому что в каждой семье наступает такой период, это исследовано психологами, семейными, серьезно. Описана вот такая буква В. Буква В означает, что сначала счастье, медовый месяц. Потом постепенно труднее. Отношения становятся до этой крайней точки, нижней. А потом повышаются, если люди остаются вместе. И вот в этот момент нужно защитить семью. Нужно, чтобы люди начали служить. Пока они пользуются друг другом. Ведь понять, что служить друг другу очень сложно. Вот вы теоретически сейчас это понимаете. Идете домой, и опять будете конючить свое. Понимаете, очень трудно служить. Очень трудно отдавать себя. Очень трудно терпеть. Это очень все трудно, но это и есть совместная жизнь, которая дает победу. Но когда человек этого не понимает, то он побалдел, побалдел человеку. Оп, балдежа нет. Все, вот до этой нижней точки, буква В, пришло. Это где-то нужно в среднем, где-то 7-8-9 лет. Вот до этой точки такой-то. А ты такой холодный, как из мелького океана. И все твои печали, да черною, а твой. Вот. Ну то есть, как бы, нет уже близости. Нет отношений. Потому что все кончилось. Израсходовали. Закончилась энергия притяжения. Теперь нужно струдиться для того, чтобы она была. Нужно служить друг другу, терпеть, принимать, заботиться. Вчера одна женщина ко мне подошла, говорит, Олег Геннадьевич, вы дали мне совет. Когда я в Екатеринбург лезли к вам на лекцию, вы дали мне такой совет. Мне так тяжело было. Я не могла принять этот совет. Мы разводились с мужем. Я не могла принять этот совет. Мне долго, времени много понадобилось, чтобы его принять. А когда я приняла, наша семья осталась вместе. Спасибо вам большое. Захоронили нам семью. То есть, она победила свою судьбу, понимаете, она вторалась. Она попыталась так сделать, приложила силы внутренние. И победила свою судьбу. Некоторые думают, да невозможно сохранить. Невозможно нашу семью сохранить. У нас, Олег Геннадьевич, особый случай. Да нет никакого особого случая. Все то же самое, что у всех остальных. Просто надо делать. Надо только выучиться ждать. Надо быть спокойным и упрямым, Чтоб порой от жизни получать Радости скупы и телеграммы. То есть, надо ждать. Надежда, мой компас земной. Надо ждать. В реанимации лежали трое. Вера, надежда и любовь. Надежда умерла последней. Последней надежды умерла. Последней. Сначала эти люди теряют веру друг в друга. Потом вера потеряна, теряется любовь. Пока надежда есть, живут. Надежды нет. Все. До свидания. Надежда, мой компас земной. Удача награда за смелость. Итак, надеяться надо на Бога. Нужна молитва. Нужна внутренняя сила для победы над Своей. Нужно знание. Нужно знать, что делать, Чтоб остановиться тепло, Чтоб пошло в отношении тепло. Нужно иметь также старших. Очень хорошо заниматься духовной практикой, Чтоб иметь старших. У нас с женой был очень трудный момент в жизни. Мы пришли вместе к старшим. Наставник сидел вместе с женой. Они были так рады нас видеть. Когда мы рассказывали трудности свои в отношениях, Я рассказал, потом она рассказала. Он сидел просто и любил нас. Просто улыбался, радовался нам. Просто любил. Так смотрел с любовью, смотрел с любовью. Когда мы все рассказали, И он говорит, Теперь пойдемте за стол. Жена приготовила покушать. Мы так рады вас видеть. Давайте покушаем вместе. Мы думали, что он отвечать на вопросы будет. Просто полупался. Пригласил нас за стол. Мы поели такие. И помирились. И все, идем уже счастливые такие назад. Все, нам не надо было ничего рассказывать. Просто любовь. Нужна любовь. Все. Немножко любви и все. И люди мерятся. Все. Нужны старшие, которые подарят любовь. Нужно выговориться при старших. Чтобы они свои улыбки показали, что это все им да. В этом нет большого смысла. То, что вы говорили. Это трудно вам, конечно. Но это все не имеет большого смысла. Единственное, что он сказал. Будьте всегда вместе. Будьте всегда рядом. Все. В этом есть смысл. Во всем остальном нет смысла. То, что Бог хочет, в этом есть смысл. Он нас соединил. Это в этом смысл. А может не лучше положит человек. В одном монастыре люди взмонтовались. И хватало масла в пище. В ведическом монастыре. Они доказывали, что пища должна быть маслянистой. Что Бог отдает здоровье. Они настоятеля заставили. Это случай я знаю. Я присутствовал в нем. Они заставили настоятеля. Ну как бы. Он молчал все время. Они заставили его говорить. И он такой сел перед ними. Они говорят. Ну скажи, когда будет масло в пище? Будет масло у нас или нет? В нашем монастыре. Он посмотрел на них. Но если вы хотите масло. То масло обязательно будет. Горячими котлами. Вы знаете, да. Где масло корячими котлами бывает. Я думаю, что вы образованы в этом вопросе. Вы знаете, все успокоились по поводу масла. Все нормальное стало. Как бы проблем нет. Все как бы. Кушают, драпаются. Все классно. Понимаете, просто если человек знает результат своего поступка, он никогда этот поступок не совершит. Одна женщина ко мне подошла и говорит. Разводюсь, Олег Геннадьевич. Мне не надо вашим обучениям. Говорит, что это неправильно. Я не могу просто с этим человеком жить. Я уже пробовал все. И молитву, и то, и все. Я пробовал по-всякому. То есть с ним жить невозможно. Он нехороший человек. Когда я встречу другого? Я посмотрел по его судьбе. Говорю, через 6 лет. Она такая. Что, 6 лет одна? Я говорю, да. Можете гулять по мужикам женатым. Все это время. Такая. Нет, я лучше остаюсь. Понимаете, проблема заключается в том, что мы не знаем вообще, что есть другие варианты. У нас в сердце нет этих вариантов. Мы не знаем, что у каждого человека в семье бывает тяжелый период. И в это время люди имеют право жить раздельно. Это не значит, что развожусь. Не надо не гулять друг от друга. И надо общаться только через сердце. Понимаете, когда карма так действует, что люди разговаривать не могут друг с другом. Можно пожить отдельно в одной квартире даже. Просто договориться, мы не общаемся. Неделю, допустим. И пожить отдельно в одной квартире, молиться за отношения, желать всем счастья, думать о том, чтобы отношения восстановились, просить Бога. И постепенно вы сначала почувствуете, что это хороший человек. Потом почувствуете, вспомните первую встречу. Потом почувствуете, что хорошего между вами было. И потом раз, 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 постепенно все восстановится. Судьба наваливается иногда, общаться нет возможности. Ну и не общайтесь. Зачем мучить друг друга? Ну, едьте на неделю, там, недельку до второго, ну, уезжайте в Комарово, или еще куда-нибудь, я не знаю, ну, что-то сделайте, чтобы не мучить друг друга. И в сердце в своем останавливать отношения. Это не предательство. Они придумывают, вот я все, я живу у мамы, теперь все уже, все. Я живу у мамы, ничего не все. Все нормально. Люди могут вместе жить, семейные, могут чуть-чуть раздельно. Не надо изменять просто, и все. Одна женщина ко мне подходит, я говорю, так уже ушла, Олег Геннадьевич. Я говорю, вы уверены? Я смотрю, у них связь остается. Я говорю, вы уверены, что вы ушли? Она говорит, да, но мы живем раздельно уже три года. Я говорю, у вас кто-то есть? Нет. А у него кто-то есть? Нет. Я говорю, он вас ждет? Она, как вы, узнали. Я говорю, так я вижу между вами связь. Бог не разорвал в сердцах ваши отношения, он вас тянет друг к другу. Она говорит, ну да, чувствую, что тянет. Я говорю, ну и что? Она такая, в смысле? Я назад не хочу. Я говорю, а куда вы хотите? В обратной дороге нет. Позади Москва, спать некуда. Она, в смысле? Я говорю, ну как, в смысле? Ну, дальше-то вы в пропасть идете, говорю. Вот Бог вас держит вместе, значит, у вас вариантов больше нет. Вам надо назад. Я говорю, вы семью как создавали? Говорит, ну, долго создавали. Долго одна была, потом долго создавали. Теперь вот, разошлись, разошлись, и не можем себе никого найти, он меня ждет. Я говорю, возвращайтесь. Я говорю, ой, вернем. Мои дела нет. Я говорю, возвращайтесь. Она такая, глаза расширились, смотрит, ну, как-то неудобно. Она так вернулась, на самом деле. Намучилась, мучилась, молилась, вернулась. Ну, сейчас хорошая семья, все классно. Возвращайся, холодным утром, возвращайся, мне очень трудно, возвращайся, и оставайся, возвращайся, я без тебя устал. Так надо жить. Так, ушла. Я из лесу вышел, и снова зашел. Как в современном обществе сохранить семью? Первое, надо знать последствия разрушения семьи. Второе, надо распешаться, обвенчаться, сделать все, чтобы семья не развалилась, все благословения получить. Третье, нужно вовремя сбежать от конфликтов. Ну, то есть, чувствуете, нагнетается обстановка, поживите отдельно. Не надо этого всего, не надо этих разборов. Никому это сто лет не надо. Все это идет просто от тяжелой судьбы. Молитесь в сердце, понимаете, все трудности жизни лучше преодолевать на тонком плане, а не грубо. Просто помолитесь, отдельно поживите, помолитесь, потом опять притяжение пойдет, встречайтесь, общайтесь. Не надо истерью развивать в отношении. Если увидите, что у вас близкий человек, смотрите, есть три типа людей. Если близкий человек находится в невежестве, бьет там, дебоширит, бьет, работать не хочет и так далее, то значит, просто дистанция, выполняет свои обязанности, сильная дистанция в отношениях. Вообще.